Именно 20-й год, конец 20-го года для нашей семьи был таким сложным в плане здоровья. Я получил травмы лица, просто лицо было разорвано в хлам, именно рваные раны. И когда знакомые привезли мне бутылочку лугелы, сказали пить по 3 раза делать, делать примочки и все будет хорошо. Но буквально действительно через 4 дня применения, это я пил по 3 раза в день и делал примочки 2 раза в день. Рекомбинации 3-4, но так получалось, что у меня получалось 2 раза. И буквально за 4 дня применения у меня ушли, сошлись лица, все болячки только остались на зашитых швах. И на 8-й день у меня было чистое лицо, когда я пришел в медицинский центр, я должен прийти был туда через 17 дней, а пришел на 9-й. И когда хирург спросил, зачем я пришел, я говорю, извините, я пришел снимать швы. Он откровенно сказал, вы что, обалдели? Я когда вам сказал прийти, ну естественно сейчас карантин, я был в маске, когда я снял маску с лица, конечно он был в шоке. Говорит, что вы делали, как вы пользовались, чем, как это возможно? Ну естественно я ему дал информацию про Аллу Геллу, он сфотографировал аннотацию. Ну в общем вот такая история. 10-15 быстро-быстро я ела, вставала и опять ложилась. Я ходила, как будто я съела палку, как будто я робот. Это постоянно вот это вот одинаковое положение тела, очень смешное. Но это сейчас смешно, тогда было конечно не до смеха. Вот, ну и мне сказали, что Альбина, как ты хотела, у тебя уже переломана вся поясница. Это уже на всю жизнь. Придется смириться, что к физической активности, как раньше, там к спорту и так далее, ты уже никогда не вернешься. В действительности для меня это уже второй случай перелома. 8 лет назад я попала в ДТП и сломала тоже именно в поясничном отделе позвоночник. То есть эта зона поясничная, она у меня вся уже в дребезге, все, она вся у меня в хлам, вся перебитая. Ну конечно мириться с этим было очень-очень больно, что я уже не смогу жить как раньше, да, я уже не смогу ухаживать за моей дочкой, да. Я не смогу делать какие-то дела по дому, да, женские, хозяйственные. И как-то мне позвонили мои друзья и я рассказала, что ребят, я сейчас лежу, я сломанная, так и так, я наполовину осталась инвалидом после вот этой травмы. На что они мне сказали, Альбин, вообще не парься, не переживай. И мне привозят вот этот продукт, привозят лугелу и говорят, мы тебя сейчас в считанные дни поставим на ноги. Ребят, на третий день приема лугелы я мыла полы на кухне. Прям по-настоящему мыла, не со шваброй там, да, аккуратненько, а прям вот на корячках, на четвереньках, да, как это делали наши бабушки. Да, было больно, но я даже не поняла, что я это сделала. То есть это было на каком-то сделан автоматизме, думаю, боже, я помыла полы, это я сделала. И для меня это была, конечно, моя первая огромная победа. Дней через 10 я уже практически полноценно делала какие-то домашние дела. Где-то по кухне, где-то прибраться, где-то убраться, где-то прогуляться немножко. Хотя мои домашние мне говорили, нельзя ни в коем случае, не выходи одна из дома. Вот, но я уже себе позволяла выйти во двор и погулять полчасика минут 40. И вот таким образом на сегодняшний день, ребят, я себя прекрасно чувствую, да, я в прекрасной форме. Я вернулась в полноценной жизни. И вот за это я благодарна прям премного лугелочке, этому замечательному продукту. И хочу сказать, что эта домашняя аптечка в одной бутылочке, можно сказать, практически все. То есть она работает не только на переломы. Здесь огромный спектр воздействия на разные, 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 в том числе воспалительные заболевания. Но это уже другая тема, об этом мы рассказываем на презентациях. Но это тот продукт, который должен быть в каждом доме. И всем этого желаю. Всем спасибо за просмотр. Сегодня мы проводим тестирование лугелы. Лугелы. И сейчас у нас картинка первого забора крови. Сейчас вечер. Человек у нас сегодня обезвоженный. Ничего не пил, не ел. Вот. И вот к вечеру мы смотрим кровь. Вот. Кровь пустая, анемичная. Органические отходы. Вот. Плазма серенькая. Кровь низкоэнергетичная, усталая. Ну, к вечеру так всегда бывает. Вот. Таким вот образом. То есть, явно с гемоглобинчиком тут большой вопрос. То есть, кислорода в организме явно не хватает. Вот. А тут клетки раз, все слиплись. То есть, вот как, о чем можно говорить? О каком микрорусле, да? То есть, вот клетки, громадный объект. Слипшихся клеток. Плазмы нет. Все. В слизи утонуло. Вот. Дальше потопали мы. С одной стороны, вроде, кровь неплохая. Да, клеточки все расклеенные. Но кровь пустенькая такая, анемичная. Вот. Или бы вот тоже. Вот, пожалуйста. Одна слизь. То есть, клетки не дифференцируются. Тут признаки понижения функций щитовидной железы. Так, что у нас. Вот тут сплошной вот это. То есть, микрорусло страдает. То есть, организм стареет, недоедает, будем так говорить. Вот таким образом. То есть, слизь. Это белок. Вот. Громадный участок у нас. Выброс всяких солей. Всякая мочевая. Всякие фосфаты. То есть, то, что должно раствориться и вывести через почки. И греча идет уже у нас о закислении, да? Так. Дрожжи выпали. После лугелы без воды. То есть, это у нас чайная... Ой, столовая ложечка. Вот. На сухую. То есть, воды не пили. Первую пробу мы покажем потом еще, да? Вот. То есть, вот произошел выброс депонированной крови по сравнению с первой пробой. То есть, количество ретроцитов резко увеличилось. Клетки приобрели хорошую, красивую форму. Хоть и слиплись в сладж, но клетки не колючие. То есть, если в прошлом препарате были колючие, да? То есть, ежи такие хиноциты. Вот. Кровь была жидкая-жидкая такая, голубенькая. То вот сейчас мы видим, вот, ближе к краю. Вот мы сейчас посмотрим, что у нас там с краешку. Вот такую громодную вот кровь. То есть, где-то застойная кровь у нас. Вот. Сидит она у нас и сидит. А когда мы лугелы тяпнули, даже без воды всего столовая ложечка, то резко кровь задвигалась в организме. То есть, все застойные места у нас освободились. В селезенке обычно грамм 200-300 депонированной крови. И вот она, пожалуйста, чтобы разгрузить селезенку, печенку, почки. Вот мы видим, что лугела для этого у нас пригодная. Очень даже хорошо у нас работала. То есть, если это делать все это в постоянном режиме, вот, пожалуйста. То есть, если кровь была анемичная, в кровяном русле ее мало было, видимо, тут давление по молодости было низкое, видимо. Ну вот. А теперь вот мы смотрим. То есть, громадное количество клеток появилось. Где-то раза в 3-4 больше объема эритроцитов. Это есть хорошо. Ну это хорошо, потому что иначе застойные места у нас, чего там всякая разная органика развивается. Кисты, полипы, всякие там доброкачественные, недодоброкачественные, где застой. Кровь должна течь. Ну, соответственно, выборцы таких зверей, вот они появились. Звери у нас такие тут. То есть, движение должно быть. Вот, пожалуйста, вот этот участок, это состояние щитовидной железы. Мы видим, что недостаточность. Вот. Щитовидная железа недоедает, кормить ее надо. То есть, вот сейчас кровушка стала более показательной, чем первый момент. То есть, лугила, она у нас вот проявляет такие нюансы. Узнаем об организме гораздо больше. То есть, вот у меня мочевая кислота, кристаллики. Все это вымывается, и мы все это видим. То есть, методика эта биологическая. Что было, что стало. Вот таким вот образом мы это видим. То есть, совершенно другая кровь, совершенно другая кровь. Редактор субтитров А.Семкин